Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который задается. Мы с мужем 2 года в браке, ребенок 1 из 4 года. Когда муж пил, он мог меня ударить слегка, и то я его доводила. Теперь он не пьет. У нас произошла такая ситуация, что мы кидали с игрушками ребенка в шутку, он попал мне в висок, я ему в ответ кинулся в все силы этой игрушки, она легкая попала на бровь. Он подходит ко мне и со злостью бьет по лицу при ребенка. Я понимаю, что не хочу с ним дальше, но где-то люблю. Мне противно с ним стало, я не хочу, чтобы ребенок увидел это и дальше, либо я его убью, либо он меня. Смотрите, в первую очередь, в чем ваш вопрос, да? Вот, то есть чего хотите, чего хотите? Собер разобраться хотите или чего-то еще хотите? Вот, это первое, на что стоит обратить внимание. Второй аспект заключается в том, что присутствует некая дихотомия несоответствия того, что вы говорите, что вроде как проблем у вас нет, в смысле они все решены, а в то же время вы говорите, что или я его убью, или он меня даст. то есть это говорит о довольно серьезных, о довольно сильных чувствах и, вероятно, обидах. Потому что, наверное, не просто так выкидали с игрушками, наверное, не просто так выкинули со всей силы эту игрушку ему вброс. Вот, поэтому я думаю, что здесь в первую очередь имеет смысл разобраться с тем, что вы к своему мужу чувствуете, ну, в целом, что вы чувствуете к нему. И уже дальше можно будет, в принципе, о чем поговорить. То есть еще дальше можно будет говорить о том, в каком направлении вам двигаться, вот, и куда. То есть, ну, в сторону гармонизации отношений, например, или в сторону, наоборот, вашего расставания, вот. Я думаю, что тот факт, что вам стало противно, как вот вы говорите, связан с тем, что вами, ну, ваши чувства подавляются как будто бы. То есть, ну, вот, как будто бы вы это себе зажимаете. Ну, какие-то обиды, да, какое-то недовольство, может быть. Ну, недовольство именно вот с вашей стороны. Ну, именно вот тем, чем-то недовольство, да. Вот, и, соответственно, это выливается вот в такие переживания, в такие чувства. Как мне кажется, опять же, повторюсь, в моем данном случае, мнения. Вот, соответственно, нужно развивать ваше внимание к себе, в первую очередь, да, и смотреть на ваши личные границы, чтобы они были более ярко выражеными. Вот, сейчас я бы не сказал, что они, ну, что они у вас, как бы, ну, проявлены в полной, в полной мере, да, вот. Конечно, вы можете, в принципе, делать все, что считаете нужным, да, это, вне всякого сомнения, ваше полное право, но, на мой взгляд, проблемы достаточно серьезные, проблемы насилия, и очень важно, считает ли ваш муж, это проблемой, вот, ну, то есть, как бы, является ли для него, для него это проблемой, да, если он считает это проблемой, то, на мой взгляд, это хорошо, если он считает это проблемой, то, на мой взгляд, это хорошо, в таком случае есть реальный шанс что-то исправить, реальный шанс что-то поменять, но, если нет, если он, то вот в этом, ну, проблемы не видит, то вы можете сами, поработав непосредственно с собой, вы можете решить для себя какие-то вещи, и, по крайней мере, определиться с своей дальнейшей позицией. Так, мне кажется, здесь вам можно ответить, то есть, чего вы хотите? А психологу у вас, эм, какой вопрос, какой вопрос, вот, ну, вы рассказали историю, что вы, там, вот, в какой-то степени, степени, да, пожаловались на своего мужа, вот. Я понимаю, у вас, эм, ну, накопилось, как бы, а дальше-то, собственно, что? Вот, о чём хотелось бы вам сказать. Чего дальше? На этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, интересен, буду благодарен за обратную связь по нему, чтобы это позволит вам начать работу над собой. Задайте себе несколько важных вопросов, таких как, что между вами и вашим мужем общего? Это первое. А второе, что вы чувствуете к нему, что вы хотите для него? Вот, и, где вы готовы уступать ему? Ну, если вы говорите о том, что, эм, ну, вот, доводили его, да, сами, с этим тоже нужно разобраться, потому что, а, потому что, скорее всего, доводили вы его не просто так. То есть, скорее всего, там тоже были, а, свои детали, свои, свои нюансы, и на это тоже имеет смысл обратить внимание. Так что, подумайте, готовы ли вы начать работу, и выбирайте себе психолога, и начинайте психотерапию. Всего вам самого доброго. Обращайтесь, вы большая молодец, что заговорили о проблеме. Спасибо. Спасибо.